О! Неразрешимость проблем остановки. Эта штука достаточно трудная. Она очень напоминает фокус. То есть доказательство будет буквально в несколько слов. Невозможно написать программу, которая по тексту программы, не своему, конечно, а произвольной программы, по тексту произвольной программы и ее начальным данным, любая программа, она же начинает работу на каких-то данных, и ее начальным данным узнает, остановится работа или нет. То есть представьте себе, у вас есть компьютер, у него есть оперативная память. Там какая-то программа с какими-то начальными данными, значит, работает. Представьте себе, что вам дают содержание этой оперативной памяти. Сейчас она находится в таком состоянии с такими-то начальными данными. Оказывается, что невозможно узнать, она когда-нибудь остановится или она не остановится. Вам может казаться это абсолютной абстракцией, как кому какое дело становится программой. А между тем, это имеет абсолютно принципиально подкладное значение. Что такое антивирус? Знаете? Да. Отлично. Что такое зависание компьютера? Знаете? Да. Отлично. Вы могли замечать, что иногда у вас компьютер работает, 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 работает. Вдруг начинает что-то такое долго-долго работать, и вдруг вы получаете сообщение. Программа такая-то прекратила работать там, если надо, запустить ее еще. Бывает такое? Да. Отлично. А бывает, что антивирус вам сообщает. На ваш компьютер сделал попытку загрузиться, вирус там такой. Тоже бывает, да? Но если честно, современные антивирусы чаще всего просто даже пользователи это не сообщают, он уничтожает этот вирус и все, да? Но бывает такая антивирусная проверка. Замечательно. А теперь вопрос. Можно ли создать абсолютно совершенный антивирус? И можно ли создать абсолютно совершенную программу, которая будет определять, зависло в машине или нет? Оказывается, нет. Оказывается, когда вы пишете антивирус, ну не вы, конечно, а специалисты, когда пишут антивирус, они не думают, не смотрят, что там и на самом деле программа делает. Они ищут какие-то куски программы, какие-то, что это такое, следы. Они делают это по каким-то косвенным признакам. И то же самое. Зависание на самом деле не так-то просто обнаружено. Потому что когда компьютер работает, строго говоря, невозможно понять, он уже никогда не остановится. Или же, вот сейчас я эту теорему докажу. А доказательство будет очень короткое, но, пожалуйста, полное внимание сейчас, потому что, конечно, логичность, оно непростое. Мне потребуется диагональный процесс. Иногда называют диагональный метод Кантера. Кантер – это немецкий математик 19 века. Продолжение следует... Продолжение следует...